Северная Осетия Северо-Остинский поисково-спасательный отряд провел плановые учения по горной подготовке. Отработали передвижения по скалам и спуск пострадавшего с помощью специальных средств. В одной связке работали опытные альпинисты и новички. В такой работе обмен опытом необходим, говорят специалисты. Учения входят в программу профессиональной подготовки. Скалодром «Родничок», на котором прошли учения, универсален. На нём собраны маршруты различной сложности. Именно поэтому одновременно могут работать спасатели разной квалификации. Подобные учения должны проводиться постоянно. Во-первых, прежде всего это обучение молодёжи. Во-вторых, чтобы народ не забывал навыки непосредственно этой работы. Ну и в-третьих, это естественно как ОФП идёт. Учения прошли плодотворно. Все ребята что-то узнали, что-то попробовали. Некоторые старались испытывать и проверять для себя новые какие-то элементы. Так что, по плану, всё это должно быть. Ветеранов Республики поздравили с Новым Годом. Министерство труда и социального развития организовало для них праздничный концерт. Мероприятие прошло в Остинском театре. На сцене выступили танцевальные ансамбли, а также народные артисты Республики. Подобные концерты проходят ежегодно в День пожилого человека. В этом году празднование приурочили к Новому году. Гости остались под большим впечатлением. По словам ветеранов, за последние годы это был лучший концерт. Да и концерт, сама идея собрать людей сегодня, людей ответственных, очень значимых в нашей республике. Этот концерт в честь посвящается сегодняшней встрече, встрече старшего поколения, очень значимых в Осетии людей. Естественно, всех не могли собрать, но со всех районов полный зал. Развивать волейбол в Северной Осетии, привлекать детей и широкую публику. Именно такую задачу поставили перед собой организаторы открытого зимнего женского первенства, открывшегося сегодня в СОГУ. Команд на турнире немного, всего лишь шесть. Играть будут по системе каждый с каждым. Приехали юные волейболистки из Ростова, две команды из Кисловодска и одна из Абхазии. Еще две команды представят Северную Осетию. Мы решили проводить этот турнир для того, чтобы завести в город Владикавказ волейбол, чтобы наши дети были заняты, чтобы команды, которые играют в волейбол в России, к нам не боялись приезжать. Соревнования пройдут в четыре дня. Победителям вручат призы и кубки. Уже есть главный фаворит. Команда Кисловодска-1 является чемпионом первенства Южного федерального округа и призером первенства России. В планах сделать турнир традиционным и ежегодным. Уже в следующем году предполагается расширение до 10 команд. Феликс Макеев, Артем Балатаев, Михаил Безугов, Осетия ТВ. Концертный зал Остинского театра вновь полон зрителей. Щим, таджарская сюита, танец с кинжалами. Насладиться великолепной хореографией собрались ценители танцевального искусства. Своим сольным выступлением поклонников радует ансамбль «Алан». Костюмы, макияж и положительный настрой. Артисты готовы к выступлению. И вот уже восторженная публика наслаждается быстрыми, ловкими и в то же время полной миграции и величия движениями танцоров «Алана». Ансамбль «Алан» впервые вышел на сцену 75 лет назад. Первый концерт в Арджоникидзе коллектив дал спустя несколько недель после репетиций. А менее чем через год ансамбль выезжает на гастроли по России и Украине. Сегодня «Алан» – обладатель золотой медали Международного фестиваля «Пяти континентов», победитель всероссийских и международных конкурсов, лауреат премии имени Кустахи Тагурова, лауреат премии «Золотой Аполлон». Танцы у нас разнообразные. Потом люди приходят сравнить. Много молодежи, хотят посмотреть, как эта молодежь делась. Я всегда говорю, что у нас есть свой зритель, потому что любят ансамбль «Алан» и за его творчеством следят. Поэтому и зал всегда бывает полон у нас. Москва, Тула, Владимир, Стамбул и другие города – ансамбль гастролировал весь год. Очередь дошла и до Владикавказа. В канун Нового года для остинской публики подготовили сразу два сольных концерта. Репертуар ансамбля «Алан» пополнился новой постановкой – танец с трещотками, который публике сразу же пришелся по вкусу. Анжела Дзасохова, Елена Черенкова, Заур Цеев, Осетия ТВ. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова